МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я записался на фортепиано, получается, это было в 10 лет. И со временем я начал замечать, что мне нравится больше какие-то свои наброски создавать, что-то придумывать. Я садился за инструмент, делал какие-то небольшие набросочки, и я понял, что это меня вдохновляет. И в какой-то день мне приснился сон, я услышал во сне мелодию, и, проснувшись, просто ее решил как-то завершить. С тех пор я, наверное, понял, что композиция – это мое. То есть сочинение музыки вдохновляло меня и вдохновляет по сей день. Сейчас вы учитесь, да? Да. Я учусь в Ростовской государственной консерватории имени Сергея Васильевича Рахманинова на пятом курсе отделения композиции, выпускаюсь, получается. Мне хотелось, если честно, больше поговорить о киномузыке. Это тоже, как бы, такое редкое явление для нашей республики. Скажите, пожалуйста, как это? И вы уже писали музыку, насколько мне известно, к четырем фильмам. И помните ли вы работу над первым фильмом, над музыкой к первому фильму? Ну и еще такой вопрос, какие вы эмоции испытывали, когда вот эта работа была завершена, и вот она была представлена на суд зрителя? Как я пришел к киномузыке? У меня давно была мысль попрактиковаться в киномузыке, потому что, на самом деле, это, так скажем, отдельная вообще стезя, то есть там нужен свой особый подход, особые знания и особые умения. Я нашел режиссера Миру Иркенову в социальных сетях и написал ей, предложил ей как-то свои композиторские услуги. Она сказала, да, конечно, можно попробовать попрактиковаться. Она мне выслала фильм с референсами, короткометражный фильм «Мне снится всякая чушь». И таким образом у нас началось сотрудничество. Я к этому фильму написал три саундтрека. И с каждым саундтреком, конечно, была... Каждому саундтреку был уделен свой какой-то особый подход, так скажем. То есть где-то, на первый взгляд, она слушала, говорила, что можно заменить каким-то инструментом, потом она переслушивала, говорила, нет, нужно вернуться. Вот. Или же, например, третий саундтрек, он был полностью написан с помощью импровизации, так скажем. То есть как-то где-то нужно сосредоточить свой ум и сосредоточиться, и используя какие-то навыки, и используя какие-то знания, написать конкретный саундтрек, а где-то нужно именно поймать настроение и по ходу импровизации уже создать какую-то отдельную композицию. Вот. Таким образом, работа велась где-то месяц, и после этого ей, в принципе, все понравилось, вот, и фильм тоже показывали в разных фестивалях, вот. Вот. Ну, а чувства какие были у вас, когда фильм сопровождался вашей музыкой? Чувства? Я скорее вспоминал, как я работал над этими саундтреками. Я всегда слушаю, думаю, а здесь можно подправить, здесь можно это сделать, здесь можно чуть-чуть каких-то других ноток, что-то, а здесь можно другой инструмент было использовать. А как бы это звучало вот с этим инструментом или с другим инструментом, то есть, вот. Ну, и, конечно, эстетическое удовольствие, когда, вот, и даже непонятное ощущение, скорее, приятное, когда твоя музыка, она сопровождает все-таки какой-то фильм, фильм «Один против двух», военный короткометражный фильм, которому я написал два саундтрека, его тоже показывали в разных фестивалях, премьера была в Челябинске, третий фильм «И пусть живут они долго и счастливо», вот, к сожалению, я не знаю, по-моему, этот фильм до сих пор не вышел в прокат, вот, но работа над ним велась, я читал сценарии, и пока что из всех моих саундтреков именно к этому фильму, вот, он мой самый любимый, правда, и я считаю, что он интереснее сделан, чем все остальные. И четвертый фильм «Тень половинки луны», он более такой абстрактный, так скажем, современный, где я озвучил весь фильм, он, скажем так, музыка играет не последнюю роль в этом фильме, то есть музыка играет, можно так сказать, 50% вообще всей информации, которую зритель получает от фильма, это музыка. Мне так и сказали, когда делали заказ, хочу озвучить полностью весь фильм, а он такой короткометражный, но длинный для короткометражного, 20 с чем-то минут, вот. И таким образом, где-то почти год велась работа над этим фильмом. Ну и продолжая разговор о саундтреках, Рамазан, скажите, расскажите об особенностях киномузыки, расскажите о связи видеоряда и саундтреков. В первую очередь, когда речь идет о киномузыке, нужно знать, что такое лейтмотив. Лейтмотив — это короткое, относительно короткое построение музыкальное, которое служит обозначением и характеристикой какого-то определенного персонажа, какой-то декорации, предмета, эмоции или отвлеченного понятия. Например, всем известный фильм «Крестный отец», если взять. Три, там есть еще другие саундтреки, да, но три основных лейтмотива. Лейтмотив Дона Корлеоне, лейтмотив его сына и лейтмотив любви или Сицилии. И каждый раз, когда ты слышишь лейтмотив Дона Корлеона, ты понимаешь, что здесь, в данной сцене, речь идет о нем. Или какая-то сцена, где он проявляет участие. Вот. Или ты слышишь лейтмотив его сына, понятно. А бывает еще, когда, ну, не в данном фильме, в данном фильме я не помню, были ли такие случаи, когда скрещивают лейтмотивы, таким образом показывают взаимодействие персонажей. То есть, например, лейтмотив Тихеро из аниме «Унесенные призраками». Ты слышишь, понимаешь, сейчас или отсылка на какое-то событие из жизни этой девочки, или же отсылка, или же сейчас она появится. Вот. Так что, нужно знать, что такое лейтмотив. Но не все, не все абсолютно, не все фильмы построены на лейтмотивах. То есть, где-то музыка играет просто фоновое сопровождение. То есть, нет лейтмотивов. Чтобы создать настроение. Потому что, если включить фильм и убрать оттуда музыкальное сопровождение, чувства и эмоции, они будут совсем другие. Абсолютно. А если поменять, так вообще. То есть, мы об этом часто не задумываемся, но если известный саундтрек поменять на какой-нибудь другой, противоположный по эмоциональному состоянию саундтрек, то получается, получается совсем, что человек, то есть зритель, он испытывает совсем другие эмоции, другие чувства. Важно знать, что, когда пишешь музыку, каждая нота должна быть представлена у тебя в голове какими-то образами. То есть, слушая музыку, в особенности киномузыку, должен понимать, что здесь происходят какие-то действия. Одна секунда не должна проходить без действий. То есть, проходит какая-то музыка, здесь что-то происходит в это время. а если ты просто слушаешь, часто из-за этого говорят, академическая музыка скучная, да ты себе ничего не представляешь просто в голове, у тебя нет никаких образов, а ты закрой глаза, представь, представь себе, что или в этот момент происходят какие-то действия, а какие действия, это уже ты решаешь. То есть, это все очень субъективно на самом деле. Действительно заставляет задуматься, рождает образы. В принципе, я помню, даже в одной из социальных сетей, когда я прослушала вашу музыку, вами было предложено вашим подписчикам поделиться своим видением, какие образы вызывает вот предложена вами музыка. Я даже помню, что мы там спорили, каждый свое мнение писал, кому-то эта музыка, у кого-то вызывала образы там солнечные. У меня, например, она ассоциировалась с каким-то хмурым осенним днем, со скамейкой одинокой, с дождем. Вот расскажите, пожалуйста, о вашей музыке, мне кажется, присуща какая-то романтичность. И в связи с этим хотелось бы узнать, музыка какой эпохи или искусство какой эпохи в целом вам близка и какой-то отпечаток на ваше творчество вот это вот накладывает? Начнем, наверное, с эпохи. Мне, если брать в целом искусство, конечно же, все искусство, оно прекрасно. Нельзя взять какой-то кусок времени, период, эпоху и выбросить. Я понимаю, что это имело место быть и везде стараюсь видеть красоту. В моем случае, именно, если говорить о моих ощущениях, мне нравится искусство, начиная с конца 19 века и вот 20 век. То есть, мне нравится современное искусство. модерн, то есть, и в поэзии, и в живописи, и в кино, ну, понятное дело, кино и появилось в 20 веке, да, и в музыке, в том числе, конечно же. Говоря о моих любимых композиторах, здесь нужно разделить их на несколько категорий. если о композиторах в академической музыке, то это Чайковский, Петр Ильич, Сергей Васильевич Рахманинов, Такаши Йошимацу, современный японский композитор. Если говорить о джазе, это Билл Эванс, часто слушая его, вызывает у меня коктейль, бурю, вообще разных эмоциональных состояний. Дальше, если говорить о киномузыке, это, конечно же, Артемьев, Рыбников, это Джон Уильямс, Ханс Циммер, это Дзюхи Саеси, это Владимир Косма, еще есть, я уверен, просто нужно вспомнить. Вот, так что, это Нина Рота, конечно же, Нина Рота, тоже великий кинокомпозитор. Рамазан, а музыка все-таки это про чувства или ее нужно воспринимать головой? Я думаю, во-первых, зависит от человека самого, то есть, мы все разные и каждый воспринимает окружающую действительность по-разному. Но я думаю, что все-таки в моем случае, в моем случае я стараюсь и так, и так. Вот. вообще нужно стараться смотреть на какие-либо вещи, в данном случае на произведение искусства с разных углов, сторон, не придерживаться какой-то одной точки зрения. Возвращаясь к кино, Рамазан, скажите, пожалуйста, а есть ли какие-то особенности работы композитора именно в кино? По-разному бывает. Или если композитору срочно нужна какая-то работа в портфолио, он ищет себе режиссера. Сейчас в интернете можно найти специалиста, конечно же. Или же если режиссер снял фильм и он хочет использовать именно чтобы не было проблем с авторскими правами чью-то музыку, он тоже ищет себе композитора. Таким образом, если режиссер и композитор находят общий язык, у них начинается сотрудничество. В чем еще особенности? Надо учитывать, надо понять, хочешь ли ты писать лейтмотивы, как я уже сказал в начале интервью, или же музыка она будет играть только фоновую такую роль, фоновое сопровождение. И после этого уже начинается собственно говоря работа. Зависит от человека, то есть какой режиссер у меня, то есть я общался с режиссерами, кто-то мне говорил, мол, сделай то-то, 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 к такому-то дню и все. С кем-то посложнее, то есть посложнее в том смысле, что бывают какие-то абстрактные пожелания, и ты должен угадать, что он хотел, что хотел режиссер попросить, то есть какие у него были пожелания. Вот, то есть опять-таки, как и везде, как и в любой деятельности, здесь то же самое, зависит все от человека, от его особенностей индивидуальных. Рамазан, большое вам спасибо, что вы нашли время и приняли участие в нашей программе. Я знаю, что вы готовите сейчас к государственным экзаменам, у вас очень такая жаркая пора, я надеюсь, что у вас все получится, желаю вам творческих успехов. Вам спасибо, что позвали, было очень приятно, до свидания, спасибо. До свидания. Продолжение следует...